В Новокузнецке полицейские в результате погони задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения. Накануне около полуночи налетчики ворвались в дом новокузнечанина и почти час избивали его. После этого злоумышленники собрали ценные вещи, взяли ключи от автомобиля Митсубиси Аутлендер потерпевшего и скрылись на нем. Избитый мужчина успел дойти до соседей и рассказать о случившемся, после чего потерял сознание. О данном преступлении горожане сообщили в полицию. Ночью около 12 стук в окошко выглянула сосед, сказал вызовите пожалуйста милицию, скорую. Меня избили, ограбили. Мы выскочили, вызвали милицию, скорую. Ориентировку на похищенный автомобиль дежурный передал всем постам полиции. В городе был объявлен план перехват. В ходе патрулирования экипаж ГИБДД заметил похищенную иномарку и потребовал от водителя остановиться. Однако это требование было проигнорировано. Началась погоня и на одной из улиц злоумышленник, находившийся за рулем кроссовера, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину. Полицейские задержали троих мужчин, находившихся внутри автомобиля. Задержали, что обвиняют, что я сидел за рулем автомобиля. Так как я не сидел за рулем автомобиля, потому что я последний самый покидал автомобиль, когда я увидел перед собой вот это дерево врубающее. Водитель самый первый убежал из нас. Обвиняют в том, что я сидел за рулем. Я никак не мог сидеть за рулем, так как я буквально минут 10 назад только что находился у своей мамки на 60-летие, на юбилее. Подозреваемыми оказали жители Новокузнецка 20, 22 и 39 лет. В иномарке были обнаружены похищенные у потерпевшего вещи. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие. А это подозреваемый в совершении тяжкого преступления, которого на прошлой неделе задержали красноярские полицейские. За что вы задержаны? За разбойным нападем. По обстоятельствам можете рассказать, что произошло? Попросил таксиста довезти до Калинина. Подъехали к Калинину, нож поставки, давай деньги, телефон. Таксист не смог оказать сопротивление и позвонил в полицию. Как установили стражи порядка, подозреваемым оказался 32-летний безработный житель краевого центра. Ранее судимый за тяжкое преступление. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За разбойное нападение ведется следствие. Новороссийский полицейский по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Злоумышленник напал на прохожего на улице и под угрозой расправы забрал деньги и дорогие наручные часы. Выйти на след оперативникам уголовного розыска помог браслет от часов, который злоумышленник выбросил, пытаясь скрыть следы преступления. Данный мужчина скрывался в подвале дома, где был задержан полицейский. В настоящее время известно, что это местный житель. Как оказалось ранее, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Вы ранее судимы? Да. За что, по какой статье? 318. Ну, сопротивление, сопротивление полиции. Похищенные часы и деньги изъяты. Они будут возвращены потерпевшему. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия процессуального решения. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на коммерческий банк на улице Учителей, совершенное вечером 28 января. Напомним, неизвестный ворвался в помещение банка в 19.10 и под угрозой пистолета и физической расправы потребовал деньги. Однако служащие банка нажали тревожную кнопку. Нападавший сделал два выстрела в сторону менеджеров и скрылся, ничего не похитив. На раскрытие данного преступления были брошены самые серьезные силы в УВД области и территориального подведения отдела полиции номер 3. Лучшие сыщики были задействованы в состав следственной оперативной группы. И преступление, естественно, было взято, раскрытое данное преступление было взято на контроль руководством главного управления. В результате проведенной серьезной работы, кратчайшие сроки преступник был установлен. Когда оперуполномоченные вышли на след подозреваемого, им пришлось несколько суток провести в засаде. Злоумышленник был задержан на выходе из дома и не успел оказать сопротивление. Примечательно, что на нем была та же самая одежда, что и в момент разбойного нападения. Обнаружили полицейские и орудия преступления – пистолет. Задержанный уроженец одной из бывших союзных республик 1994 года рождения. В Екатеринбурге трудился разнорабочим на овощебазе номер 4 и проживал на съемной квартире. В ближайшее время намеревался уехать на родину, но на билет нужны были деньги. Это и стало, по его признанию, одной из причин неудачного налета на банк. Раскрыть это разбойное нападение удалось благодаря грамотным действиям сыщиков угрозыска под руководством Натига Байрамова. Все они за проявленный профессионализм будут поощрены. Нельзя не отметить и важную роль служебной овчарки Софьи. Она показала полицейским, в каком направлении скрылся злоумышленник. За отличную работу ее ожидает вкусный сюрприз.